Активная позиция. В Севастополе проходит форум сообщества. Ликвидация последствий ДТП. Спасатели, полиция и медики провели совместные учения. Крым, а че очарование? В Херсонесе открылась выставка севастопольских мастеров пейзажной фотографии. 95-летие исхода русской армии из Крыма вспоминают в Севастополе. Тогда, в 1920 году, под командованием барона Петра Вранглина на чужбину уехали гражданские беженцы и представители русского флота. Памятной дате приурочили масштабную конференцию. Ее торжественно открыли в конгресс-центре филиала МГУ. В церемонии приняли участие первые лица Крыма, Севастополя и научные деятели. В филиале МГУ с самого утра ажиотаж. Сюда съехались потомки беженцев 1920 года, а также первые лица полуострова и Севастополя. Среди почетных гостей полномочный представитель президента в Крыму Олег Беловинцев, глава республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Сергей Миняйло. Они открывали конференцию, посвященную 95-й годовщине исхода русской армии и флота на чужбину. Я уверен, что все присутствующие здесь, с чувством настоящей любви к родине, обсудят ситуацию, которая сложилась в тот период времени. И самое главное, конечно, мы должны извлекать уроки из того, что происходило. Я всем желаю удачи, здоровья, всего самого доброго. И уверен, что мы у нас достаточно силы для того, чтобы сделать то, что было в начале прошлого века не повторилось. Тогда, осенью 1920 года, Севастополь и Крым добровольно покинули около 150 тысяч человек. Войска, семьи офицеров, часть гражданского населения крымских портов бежали от гражданской войны. Сегодня их потомки – гости Севастополя и участники конференции. Приветствую вас на севастопольской земле, всех наших сотрудничественников, которые в воле и судьбе оказались в доме от России. Я хочу выразить признание за то, что приезду в Севастополь не смогли помешать санкции неофициальной оппозиции власти. Войска, семьи офицеров, часть гражданского населения крымских портов бежали от гражданской войны. Конечно, мы не должны забывать о таких трагических событиях, которые происходили в то время. И гражданская война, наверное, это самое большое поле для любой страны. Когда граждане, которые одной национальностью, одного вероисповедания убивают друг друга, ну, это, поверьте, наверное, самая большая трагедия для любого народа. Торжественная часть заняла практически всю первую половину дня. Докладчики вспоминали трагические страницы истории государства. Некоторые приехали на конференцию с подарками для властей. Официальные лица получили несколько комплектов книг. Сейчас, по словам организаторов, постепенно падает занавес с историей. И события исхода 1920 года изучаются специалистами без преград. Современное общество очень остро нуждается в этой информации. Ее нет. У нас, к сожалению, был односторонний подход в истории. Представлена только красная история гражданской войны. Гражданская война – это колоссальное количество жертв. Колоссальное количество жертв среди мирного населения. И мы сегодня должны покрупиться. К сожалению, это быстро не происходит. Восстанавливать память о тех, кто здесь полег на полях сражений в Крыму. Кроме научного и просвидетельского аспекта, мероприятия, посвященные русскому исходу, включают молебен в Князь Владимирском соборе, крестный ход и митинг-реквием на Графской пристани. Потомки беженцев 1920 года уедут домой в воскресенье. Анастасия Шульга, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. 10 и 11 сентября в Севастополе шестой форум сообщества. Участвуют порядка 500 гражданских активистов из разных регионов страны. Организаторы – общественная палата Российской Федерации. Цель – поддержать волонтерские движения и рассмотреть проекты, разработанные участниками. В рамках форума открыли 8 дискуссионных площадок. Темы обсуждения – развитие туризма и межнациональных отношений, работа некоммерческих организаций, взаимодействие бизнеса и власти. В течение года подобные семинары проходят во всех федеральных округах России. Идеи, предложенные на форумах, рассмотрят ведущие эксперты страны. Лучшие инициативы включат в доклад, который общественная палата ежегодно презентует президенту. Программа итогового форума сообщества состоится 3 и 4 ноября в Москве. Это форум активных граждан. И, знаете, активность граждан надо направлять, на мой взгляд, в правильное русло. И, наверное, это сегодня правильно. Почему? Потому что это сближает, во-первых, власть, бизнес, рядовых граждан, общественные организации. Надо людям выговориться, у людей есть свои проблемы, у людей есть свое видение процессов, как развития, так и решение тех проблем, которые сегодня возникают. Сегодня до 17 часов прекращена подача воды в дома по улицам Хрусталева с 7 по 53, Силаева с 3 по 7, Шабалина с 1 по 7, а также в бухте Казачья. На сетях городского водопровода ведутся аварийные работы, сообщает администрация предприятия «Водоканал». Вниманию жителей села Верхнесадовая. С 14 по 20 сентября с 8 утра и до 20 часов возможны отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба правительства Севастополя. На сетях будут проводиться восстановительные работы. Четыре легковых автомобиля и один грузовой столкнулись в результате грубых нарушений правил дорожного движения. Это сценарий очередных комплексных учений севастопольских экстренных служб реагирования. По легенде, в результате аварии в машинах остались заблокированными пять человек, один из которых находился в бессознательном состоянии. Два легковых автомобиля загорелись. Специалистам МЧС предстояло за минимальное время спасти пассажиров и передать их экипажу скорой помощи. Два пожарных расчета организовали тушение автомобилей путем подачи пенного ствола, после чего на месте аварии был ликвидирован разлив горюче-смазочных материалов. По информации пресс-службы МЧС России по городу Севастополю, в учениях было задействовано 26 спасателей и 5 единиц техники. Также участвовали сотрудники ГИБДД и Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. С начала года специалисты Севастопольского чрезвычайного ведомства 53 раза совершали выезды на места ДТП. Спасено 27 человек. Крым, а чей очарование? Фотовыставка под таким названием открылась в Херсонесе. В экспозиции представлены работы трех севастопольских авторов – Алексея Пучкова, Александра Гущина и Андрея Гусаченко. На снимках – крымская природа, архитектура и исторические места полуострова. Всего порядка 20 работ. По словам искусствоведов, в этой серии фотографии мастера попытались создать образ идеального пейзажа и поделиться впечатлениями от путешествий по крымской земле. Экспозицию посвятили Международному дню красоты. Открыта она будет до конца месяца. Работает ежедневно, кроме понедельника, с 12 до 18 часов. Вход свободный. В этот раз мы создали по-настоящему эстетскую стильную выставку, на которой не просто показан избыток ассортимента фотографов, но эта экспозиция позволяет пообщаться более уединенно с каждым отдельным произведением и погрузиться в этот идеальный образ Крыма. К новостям спорта. Севастопольцы победили в общекомандном зачете крымского турнира по боксу. Соревнования проходили среди юношей на ринге села Ромашкино Сакского района. Приурочили состязания к 15-летию местной детско-юношеской спортивной школы. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Федор Бондарь и Давид Агабекян из Севастопольской специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 4. Кроме этого, золотыми медалями стали обладать еще пять наших спортсменов из седьмой ДЮС США. Ближайшие соревнования, в которых примут участие севастопольские боксеры – турнир памяти Олега Печерицы. Они пройдут в конце сентября в Евпаторийском спорткомплексе «Золотая рыбка». Севастопольский самбист Даниил Немченко стал победителем 12-го открытого всероссийского турнира «Кубок двух морей». Соревнования проходили в Керчи среди юношей и девушек в двух возрастных категориях – 11-13 и 14-17 лет. Младшую группу представлял 181 спортсмен, старшую – 173. Борьбу за медали вели юные самбисты из Санкт-Петербурга, Казани, Новороссийска, а также Московской, Воронежской, Тульской областей, Краснодарского края и Крыма. Севастополь представляли 10 спортсменов. Даниил Немченко победил в весовой категории до 26 килограммов в группе младших юношей. Пятые места заняли учащиеся шестой ДЮС США Денис Власов и Алексей Шевко. В октябре в Севастополе состоится 40-й всероссийский традиционный турнир по самбо памяти героя Советского Союза Даниила Одинцова. На этом у меня все, а эфир информационного канала Севастополя продолжается. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok